Бьерна Андрая из волейбольного Кузбасса можно считать первооткрывателем всемирной благотворительной акции Ice Bucket Challenge в регионе. Он стал ее участником раньше остальных кузбассовцев. Автором идеи, который восхищается волейболист, считает американского бейсболиста Пита Фрейдса. Он хотел привлечь внимание к редкой болезни, боковому амиотрофическому склерозу. Смысл акции в том, что участники должны не только окатиться холодной водой, но и перечислить деньги в фонд по борьбе с этим заболеванием и бросить вызов еще трем людям. Я думаю, это прекрасная идея для того, чтобы показать людям то, с чем мы должны бороться. Ice Bucket Challenge – это огромная волна, которая охватила весь мир. Нужно, чтобы никто не забывал о том, что мы делаем это ради того, чтобы победить страшную болезнь. Все должны понять, что с помощью этой акции мы боремся за то, чтобы открыть людям глаза на эту проблему. В Кузбассе акция стала популярной среди спортсменов и чиновников. Как ни странно, для госслужащих все началось с Йетти. Кузбасский снежный человек бросил вызов главе Таштагольского района Илешему. В твиттере Йетти признался. Он полтора часа простоял под Сагинским водопадом. Хозяин леса не откликнулся, а вот Владимир Макута эстафету принял. Ну что, принимаю эстафету от снежного человека, того существа, которое мы поддержим, который поддерживает наш Шорцев, и обливаюсь холодной водой. Передаю эстафету президенту Федерации горно-хлышеского города Кузбасса Дмитрию Выкричу Исламову. Заместитель губернатора откликнулся быстро. Дмитрий Исламов не просто облился водой, но и перечислил деньги в благотворительный фонд. Правда, в региональный. Кузбасс – территория добра. Эти деньги пойдут на лечение детей. Эстафету передаю мэру Новокузнецка, столице нынешней, столице дня шахтера Кузнецова Сергея Николаевича. Сергей Николаевич, у тебя есть 24 часа. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов облился аж из двух ведер. Вторую порцию ледяной воды посвятил хоккейному клубу «Металлург» и ведро передал главе Прокопьевска. Валерий Гаранин эстафету принял не один и окатил себя водой из трех ведер по очереди. Я перечисляю 6 тысяч фонд. И еще дальше идем. Сзади меня наша городская команда «Жемчужина», ветераны спорта. И сегодня мы делаем такую акцию. Все они, последователи, ну я три ведра, а они для начала, каждый по ведру. Поэтому Прокопьевск – это особая территория. Прокопьевск – это «Жемчужина Кузбасса». Поехали. Кузбассовцы не только приобщились к доброму делу, но и присоединились к, пожалуй, самой масштабной благотворительной акции. В «Айсбаке Челлендж» участвовали даже мировые звезды. Основатель Майкрософт Билл Гейтс, основатель Фейсбук Марк Цукерберг, футболист Дэвид Бэкком, певец и актер Андриана Челентано, актер Том Круз, футбольный тренер Жозе Мауриньо. Правда, и у этой благородной затеи есть противники. Некоторые считают акцию лжеблаготворительностью. Другие, что знаменитости и другие люди обливаются водой лишь ради самопиара. И деньги в фонд не перечисляют. К тому же, говорят критики, такие ледяные ваны вредны для здоровья участников акции. Но пока ни один аргумент не подтвердился фактами. И ни один кузбассовец не навредил своему здоровью. И, по их словам, оказал помощь больным людям. Пока в акции активно участвуют только кузбасские чиновники и спортсмены. Мы решили исправить эту ситуацию. И я сама себе бросила вызов. Теперь эстафету перенимают журналисты. А вызов я бросаю своему коллеге-журналисту Дмитрию Казачинскому. Анжела Паутова, Алексей Зайцев. Новости моего города.